добрый вечер давайте еще подождем буквально пару минут может быть кто задерживается но очень спешит меня хорошо слышно видно но кто присоединяется я напомню будем читать книгу сегодня Алина Витухновская не то чтобы всю но некоторые стихотворения хочу прочитать которые очень сильно мне нравятся ну и в общем трансляция потом сохранится я думаю кто захочет тот присоединиться потом или посмотрит позже давайте я представлюсь тогда сначала меня зовут Татьяна Бочкарева я пишу стихи читаю стихи я закончила колледж искусств театральное отделение и поэтому в общем то мне близко все что связано с искусством в первую очередь это поэзия как современная так и серебряный например век свой вклад я тоже пытаюсь носить как правило санкт-петербургские поэтические движения часто меня можно увидеть там на различных конкурсах мероприятиях конференциях всяких баттлах поэтических просто нравится санкт-петербургская именно публика и в целом мне импонирует то отношение к поэзии которая там происходит читать и да будем Алину Витухновскую как я уже сказала это один из моих любимых авторов я могу рассказать как познакомилась с творчеством это был где-то 2008-2009 год я тогда начала пользоваться активно интернетом и мне попался на глаза стих вроде лиса и там не был подписан автор потом через какое-то время опять мне попадается на глаза стих они тоже там не был подписан автор и в конечном итоге я как-то уже сообразила что скорее всего это один человек и в общем да я потом познакомилась с ее творчеством уже точно знала что это она читала ее биография мне интересно о ней я тоже вкратце расскажу и естественно литературные ее творения скажем так я не буду перечитывать википедию потому что во первых ее без моей помощи можно изучить и во вторых я не очень согласна с формулировками которые там прописаны например слово поэтессы я бы не стала к ней применять скорее всего это автор я ее в дальнейшем так буду называть Алина Витухновская автор более десяти книг написанных на русском и немецких языках как правило это художественная литература которая переводится на финский, шведский, английский языки Алина лауреат русских премий, немецких стипендий в области литературы также член союза писателей Москвы и в прошлом русского и в настоящем международного панк-клуба известна также своими совместными работами с актером Владимиром Епифанцевым Алина Витухновская также ведет активную политическую деятельность она координатор движения Республиканская альтернатива альтернативой выдвигалась на пост президента Российской Федерации в 2018 году также в философии, в журналистике Алина Витухновская задействована но все равно мне кажется ее фигура недостаточно ценена в настоящий момент и мне кажется такая же ситуация примерно была и с Бродским и с Пастернаком с тем же Бунином, которые вроде как и нобелевские лауреаты в литературной области премии и в то же время как-то недостаточно их поддерживает советская держава поэтому я уверена через пару, может тройку, десятков лет уже будет больше внимания от личности Алины Витухновской в общем у меня есть один текст, которого нет в книге я его тоже хочу прочитать, но наверное это в конце будет можно писать в общем-то что-нибудь, я все вижу надеюсь ну и можно начать в общем-то и вот эта книга кстати представлена в продаже в группе Алины Витухновской и множество других книг можно в общем-то их купить себе или в подарок и они даже с автографом у меня книга без автографа, но тем не менее она тоже имеет ценность потому что, ну для меня имеет ценность потому что она появилась в 2014 году практически сразу как она вышла вот так о прямом действии называется стихотворение девушки с бомбами вместо абортных детей мальчики, вьющие смыслы из мифов вождей и террористы-взрыватели адских машин и анархисты, застывшие в плеяноши в черных рубашках опасные злые юнцы в черных очках двойники человека-овцы в смерти ремиксы чекисты эсэсовских снов иксами свастик сравняют основы основ наглые бляди в постелях невнятных мужчин ножиком гладят спотевшие мясо их спин и протыкают, и мятые деньги крадут и полицейские их никогда не найдут Микки и Мэлори от прирожденной любви бродят по городу, руки которых в крови и кропотливо стреляют в тревоженных сук и постигают насилие винтовками рук Джек-потрошитель, насилие опасный самец кризис генона, похожий на полный пиздец муза-горгона с кудрявой головкой червей смотрит в глаза ее черные глупый персей серб или молот по черепу будут стучать сербы албанцев уходят в ночи убивать серб покосился прозрачной и злобной луны мир допросился какой-никакой, но войны умные бомбы, как бабочки смерти, взлетят в вечном огне догорит оловянный солдат глупые бляди сдадутся в пленительный плен Родина сядет и больше не встанет с колен Больше не будет гореть с крылатинами страх Мертвые люди уедут в ночных поездах Адский гербарий красный разложит палач Войте же твари несчастные, Танечка плач В страсти Гагарин в космическом чит порно-сайт И постигает метафизический ад Мучая смыслы солдаты астральной войны Свастикой визга вбиваются в пасть тишины Коль-то оскал вопиющ и ласкающий прост Только расстрел абсолютен и радует мозг Только другая война заменяет войну Смерти страна, я другую не знаю страну Только гуляют по-прежнему мимо смертей Девушки с бомбами вместо абортных детей Гитлеры с тиграми на именных поводках Мальчики в черном спешат обмануться в вождях Девочки мальчиков тоже обманут потом Сердцем ленивым лобком и накрашенным ртом Страшной утробой, тревожной как гробка лобка Крашеной бомбой, пасхальной, нахальной слегка Девушки с бомбами сделают миру аборт Аэропорно травмирует аэропорт Девушки с бомбами быстро проходят контроль Девушки с бомбами пьют дорогой алкоголь Скальпом повиснет лица ошарашенный лоб Пальцами взвизгнет от мозга оторванный бог Капает виски, стекает убийственный пот И террористки взрывают смешной самолет Пауза виснет, гаснет немое кино Мертвые туристки долго глядеть за окно В зеркало смерти падать остывшим зрачком Мертвые дети, как тучи, плывут за бортом Зоя фашистская, адская Фанни Каплан Жанна дыры, ускользнувшая ведьмин капкан Пуля лолиты и минного поля Манон Сколько убитых в космосе, милым, твоем Ты сценаристка, садистка, крестьянка торжеств Каторжен приступ убийства, но выдержан жест Миссии смыслы вряд ли узнают потом Смерть, как туристка, чужим говорит языком Сучка-актриска уже не стучит каблучком Смерть, как туристка, чужим говорит языком Месть и ее приступ, и ее терроризм, как каприз Бомба под платьем, дьявольский Гитлер сюрприз Всех революций тотальная сбудется цель Смех револьвера, дурных мертвецов карамель Люди проснутся, и улиц разденится пасть Будет тянуться дикого праздника страсть Спите, покуда атомный клюнет петух Атомных куриц яйца взорвут темноту Смерти цыпленок рваного солнца муляж Мертвый ребенок он дополняет пейзаж Спите, народы, пьяным предательским сном Смутной угрозой яви будет потом Мучат утробы крабовый медленный страх Девушки-бомбы в круглых несут животах Тут не подписаны, к сожалению, даты Когда были написаны стихи Но, насколько я помню, это примерно период Ну, перед 11 сентября 2000-го или 2002-го года Зло Тихотворение Зло Зло — это не замысел, это не действо Ни божья кара, ни черная месса Зло — это ничто, неизменное нечто Зло за пустотой, зло скорее человечее Чем нечто абстрактное, нечто иное Зло — это то, что всегда будет рядом со мною Зло — закатная пыль, хаос пыли Его касается труп в могиле После хосписа, после обосанного матраса Мне хочется только пепел Клааса Зло — это скелеты балетные Грациозный скелет, билет бы Лебединое озеро в ледяном гробу Лебединое зло — скелет имеет судьбу Зло — это не пуля в виске Маяковского Зло — это не лиля, сожравшая мозг его Зло — это проза его бытия Стихи — это проза, а зло — это я Зло — вещь в себе против вещи себя Зло — то, что всегда при тебе, всегда для тебя Зло — это набор явлений Зло избегает слов Зло живет в преступлении, напоминает любовь Это вечность количеств, количеящая бесконечность Зло не бывает китчевым, зло как дитя беспечно Зло содержит в своем составе все, что угодно Но зло никогда не станет проявляться в ином Трещины между мирами, бездна Фридриха Ницше То, что всегда за нами, расползается, чтобы длиться Зло — это правда правды, самый ее предел Данте с кругами ада, Гоя с уродством тел Малевич с черным квадратом, с хаосом красок босх У каждого своя правда, правда страшнее, чем зло Ты завидуешь героям, моргеры ищут впереди Что же сделают с тобою, ничего уже не жди Вроде молод, вроде мальчик, время есть, но в нем ничто Твой писатель, твой обманщик, шмель ласкающих пустот Повторяешь, все в порядке, день за днем, за ночью ночь Ты лежишь в своей кроватке, кто я, чтоб тебе помочь Я никто, опасный чертик, твой отвергнутый дружок Чтоб я мог тебе испортить, все исчезло, чтобы смог Что осталось в жизни, мальчик, мама, книжки и вино Как же так, что это значит, значит то, что все равно Одеяло, книжка, кошка, твой писатель, твой герой Что же он не смог немножко дольше, дальше быть с тобой Он уехал за границу в санаторий или в ад Он уже не возвратится к красной армии солдат Кандидат воды, диктатор, ленинградский почтальон Кто же будет виноватым в одиночестве твоем Ты завидуешь героям, моргеры ищут впереди Я один хотел с тобой, ты ответил мне, уйди Я ушел, я укатился, твой послушный, скучный мяч Рядом люди или числа, тише, Танечка, не плачь Субтитры сделал DimaTorzok Как все мы, посмотри, зацепенели Накорчись скоростью бежания стоим И лопнутые нутрию изумели В ушах оторванных без головы звеним Как основательный скелет из трекоза Но они роняются в компот И в узелки завязаны глаза И влеплен кляп, чтоб память ставить в рот Как мы бредем великими бледьми Я продаюсь, поскольку существу Убить детей и вытоптать траву И озвереть какими-то людьми Мать соблазнить, ударить сироту Мы растворяться вспышками должны Из сырой дырки сделали луну И челюсти растаяли во рту Приди ко мне, меня зацементи Живым я оставаться не привык И шапочка кровавая в пути Была обменена на кукольный парик Мерцает лиц серебряный цемент Как немец строг мой серый монумент И вечной жизни требую взамен Тупой толпы неловкий комплимент Как цементея я под жиденький хлопок Хлебают зрелища живые, как бульон А я стою стремглав и наутек И опоздав на ноль и миллион Я каменный, а прочий испуг Жизнь дерганий, коток, кашель, дрожь Жизнь только то, что валится из рук Все валится, а смерть не оторвешь Мы соки пьем из восковых фигур Слова ушли, никто не знаменит Слов больше нет, остался только гул И ухо без лица, и в нем звенит И Гамлет вместо быть спросил в каком Но прав и лев никто не различал И клоун рассмеялся животом И ртом оповестил, не угадал Виновен размышлявший о вине Часы стоят на циферке расплат Нам остается только цепенеть У мертвецов часы живых стоят Как все мы, посмотри, зацепенели Хотя еще живые, как зверки И мятные шевелимся в постели И крепко пришиваем лоскутки Как все мы, посмотри, зацепенели Я первый среди вас зацементел И вы меня своим признать не смели И я вас потревожить не посмел Я только что вспомнила, что я хотела В одну беседу скинуть ссылку на эту трансляцию Сейчас, минуту, пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровску Субтитры Алексею Дубровску Следующее стихотворение Я прочитаю первую часть только Называется «Человек повешенный» С отметкой детская Летом вскипало тело Гарри сползалось вширь Странно в ушах звенело Будто бы точат ножи Что-то случится, ужас В каждом углу обитал Хватит, кому ты нужен Тому, кто меня искал Между землей и небом Что-то случится, мам Кто-то закинул невод Я еще не был там Мало ли где ты не был Старуха кричит «Не спеши!» Оттепель столько снега Сколько осталось жить Сложностью лжи и лужи Действия не совершить Стало страшней и хуже Лес за окном дрожит Свечка дрожит из катерть Пыль дрожит на полу В будке дрожит собака Крыса дрожит в углу Я осознать не смею Утро другого дня Что-то мне давит шею Не обнимай меня Некуда, мама, скрыться Мама, все громче звон Мама, я вижу лица С обратных своих сторон Словно вокруг болота Страшно ступить ногой Слышишь, стучат ворота Это пришли за мной Со мной опять здороваются стены С них сползает краска И идет за мной Они называют это тенью Я называю это тоской Не могу приспособиться К этому городу Не могу поселиться В чужие горы Они называют это Глупой гордостью Я называю это горем У меня нет права На слово вечность У меня нет денег На право забыть Они говорят, что это бедность Я говорю, что страшно жить Опять в тишине Я слышу пение Великолепно жестокое Как пожар Они говорят, что это терпение Я говорю, что это дар За мной опять ходят бродяги Я держу кусок неба В него вбиты гвозди Они называют это флагом Я называю это звезды На улицах столько пустого места Я пою, но это ничего не значит Ведь они называют это песней Я называю это плачем Я сжимаю в руках Солнечный искусок Остатки неба синего солью Они называют это искусством Я называю это болью Кто-то рисует пустые дороги Кто-то пишет мысли на снегу рукой Они называют это богом Я называю это собой В общем-то это, наверное, один из первых стихов Которые я прочитала у Алины Витухновской И стих назывался «Они» Тоже с отметкой «Детская» Детская Насколько я понимаю Это конец восьмидесятых Из детского Мне очень нравился Стих про стакан Но его в книге тоже нет Поэтому, может быть, в следующий раз Его прочитаю В тревожной агонии джазовой Другой над тобой удрожал Мне виделись монстры безглазые И каждый тебя ублажал Ни ревности, боли, ни жалости Беги, я тебя не держал Но в метафизической жадности Тебя и любить продолжал Ты станешь наркозной нетрезвую Средь хищных огромных стрекоз Вонзаясь, как нож или лезвие В мой выдранный с мякотью мозг Я словно мангуст дегустации Твоих неразборчивых уст Есть благостность и имитации В пустой констатации чувств Механики совокупления Целю безысходности нерв Преступник в преступлении Преступный падук кавалер Как мох махаонистым хохотом Кошмарной улиткой скрутись Ты в липкую матрицу похоти Мою не утаскивай жизнь Стих назывался Лидия Вторая часть Кошмарной улиткой Кошмарной улиткой Преступник вok running Кошмарной улиткой Б Когда голов орешки грецкие скучающий щелкульчик выберет, То смерть придет, как сказка детская, придет она, богиня гибели. Грядут кровавые репрессии во вновь отстроенных бастилиях, Голубоглазым скучно бестиям они тоскуют по насилию, И арестанты ждут пристанища, чтоб вместе бредить революции, А на допросах их товарищи безлицем хохотом смеются. Глухим богам взывают нищие, и глупо молятся убогие. Истина ясна, как нитши, и гнилостные останки бога. Щелкунчик нитши их назывался. Это мой любимый стих. Шорохирая веруешь яростно. И несколько текстов я писала под его влиянием, И читала его на каких-то конкурсах, кажется. И записывала, читала его просто так. И сейчас тоже его прочитаю, даже могу наизусть, но прочитаю. Шорохирая веруешь яростно, а на кресте, как в шумахер на шухере, Реинкарнация Кёртиса Яна воет распятие белого шума, Родина тыр Левитановским радио воет оргазменным орденом радости, Так пропаганда пропасти, вглядываясь, нарциссически не прогадывает. Мы же любили гибели Гибельса, в доглеве Гитлера Ларса фон Триера, Мы же росли на писателе Трифонове, соцреализма стали тарифами. Санкции, санкции, словно касание, белые красотки тайны восстания, Ева в мехах или евро в мехах, верую в экономический крах. Родина Оролем в Украине, в дикой крамоле непобедима, Нет общей крови у Авеля с Каином, великолепия крови Украина. В шорохи рая веруешь яростно, Бабьего яра да божьей бы ярости. Мы же блаженные нежные ярыши, Черные бомбы в спелом боярышнике. Эти покрышки, как шепот пожарища, Словно бы крылышки сказочных ангелов. И воронки пролетают, как жаворонки, В жареном смерти смешном обожании. Вау спросила одна из девиц, Русь — это медленный марш Ваушвиц? Что тебе снится, постмодернистка? Рейвер терророк и каинистский. Вы заходите в историю, барышня, В дрожь ошарашенная яростным ярышем. Выруют яму Дмитру злодею, Будешь ты Анной, Анной на шее. Вау успела лишь выдохнуть вправ, Вау устало выстрелил Вальтер. И повторил крайне слава Стихотворение мертвый автор. И умирали они хорошее, Ярость что в яме, И Анной на шее. Стихотворение мертвый автор. Чёртовый курица, грязный угрюмый клюв, Рядом огромный измученный волкодав. Когда вы удавитесь, тогда я вас полюблю, Я буду мягкий и крепкий на шейке шарф. Когда уже пошло, любовники и друзья, Когда вы, дамы смерти, пришли хотеть, Вы валидол глотали и пили яд, Теперь мы, как в сказке, Машенька и Медведь. Три медвежонка тоже глядеть придут, Как я, дама, в пруду вашу грудь и вас, Топить угрёма и медленно буду тут, И бешеный кролик бы в дикий пустился пляс. Такой у нас убийственный первомай, Такое у нас тревожное торжество, Такое у нас прожорливое естество, Ему неживой желается каравай. Так ножичкам нужно страсти расковырять, И нежность червей кровавых кусить успеть, И мёртвых кусать, и детские книжки читать, И стать простыми, как Машенька и Медведь. Машенька и Медведь, соответственно, Это назывался стих. Промолчу, как без языки зверь, Чтобы узнать, что у меня внутри, Разложи меня, как тряпочку в траве, И скажи «Умри, лиса, умри!» Покатились по лесу глаза, Чтобы на себя не посмотреть. Ты сказал «Умри, лиса, умри!» Это значит, нужно умереть. Промолчу, как рыба и мертвец, Чтоб тебе спокойно говорить, Разложив меня, как тряпочку в траве. «Умри, лиса, умри!» Ржавым будущим по мне прошлась коса, Полумесяц вынул острый нож. Все сказали мне «Умри, лиса, умри, лиса!» Все убьют меня, и ты меня убьёшь. Я уже не слышу голоса, Если хочешь, всё же повтори. «Ри, лиса, умри, лиса, умри, лиса!» «Са, умри, лиса, умри, лиса, умри!» Не узнаешь своего лица, Попадая вновь всё в тот же ритм. Только не «Умри, лиса, умри, лиса!» А «И сам умри, и сам умри, и сам умри!» Посмотри в мои красивые глаза, Я хочу тебе их подарить. Помолись «Умри, лиса, умри, лиса, умри, лиса!» Или «Сам умри, и сам умри, и сам умри!» Я затем даю себя убить, Чтоб в шубейство, кутаясь в мороз, Ты бы мог рукой пошевелить, Как когда-то шевелился хвост. Перед зеркалом ты рыжий шерстяной, Словно зверь с чудовищем внутри, Ты однажды отразишься мной, Я скажу тебе «Умри, лиса, умри!» «Умри, лиса» называлось стихотворение. Мне кажется, я уже все прочитала, В общем-то, что хотела. Мальчики могилу. Мы любим зло, мы мальчики могил, Мы срам, что матерям не превозмочь, Мы любим зло, мы убегаем прочь, К тем, кто боится нас, от тех, кто полюбил. Любовницы от нас уходят в туалет, Их глаза надменные и пусты, Мы мальчики, мы носим им цветы, И любим зло, кого в помине нет. Мы любим зло, и нас не поиметь, Не опознать по отпечаткам губ. Мы гумберты, целующие смерть, Как девочку в пластмассовую грудь. Мы длим порог, нам надо б на успеть, У нас глаза космических бледей, На нас следов кармических идей И прочих мифов век не разглядеть. Мы, господа бессмысленных начал, Всего излив желали люди власть, Рабы немы, но чуток их оскал, И жаждет рот несъеденную часть. Мы обрастем бородками легенд, Мы день за днем постигнем краткость лет, Мы наследим, но не оставим след, Мы не умрем, мы завершим банкет. Мы тьмы гурманы, человечих рыл, Нам не близки ужасные черты, Мы любим зло, мы мальчики могил, Космополиты пыльной пустоты. Продолжение следует... Я хочу прочитать последнее стихотворение, как раз про которое я говорила, у которого нет книги, но которое я хочу прочитать, так сказать, не программы. Будущее, дубущее, три, прошлое, настоящее. Пустеет Луцифер, дням в оболочке тесно, и вычисель чиста. Я стоический Луцифер, любящий злое место, мне было там, а здесь неинтересно. Не нумеруют дыр, не цифрятся дверцы клеток, колючие с проволокой глаза за мной не следят. Умер медведь беды, но рассмеялись дети. Там был садистский сартер, здесь будет детский сад. Не нумеруют дыр, не цифрятся дверцы клеток. Там хорошо, где нету, а дома не лучше ад. Даже медведь беды, вынутый из пакета, не существует в этой системе координат. Вы вспоминаете прошлое, а больше вы так не будете? Будете или не будете, ответьте на наш вопрос. Скажите хотя бы главное, предощутимо будущее? Непредощутимо будущее, выточняемое про. Не нумеруют дыр, не цифрятся дверцы клеток. Мне здесь неинтересно, в дубущем не тошнят. Даже медведь беды, чувствуя неуместность, выстрелила с пистолета, в дубущую меня. Вот я и посмеюсь, когда вы меня забудете. Когда вы меня забудете, тогда я и посмеюсь. Коль-то толк очевиднищен, остальное буднично. Остальное шуточно маменькина чушь. Пусть теет вот циферь. Мне здесь неинтересно. Все оставляю вам. И астоический Люцифер, любящий злое место, мне было там. От того, что чужды, мы исчезнем бесследно, в рыхлых телах столетий, не оставляя дат. Даже медведь беды, даже беда медведя, не существует в этой системе координат. Ну, в общем-то, все. Я постараюсь сохранить трансляцию, если я не ступлю. Вот. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Может быть, почитаю еще какого-нибудь автора. Вот. Спасибо, да, что были. Были здесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok